Дякую, дякую. Я дуже люблю російськомовную церкву, тому буду проповедовать українською мовою. Не, це я жертвую, жертвую. Але я дуже радий, що ви запросили мене. Ми любимо вашу церкву і вашого пастора. Я дуже давно знаю пастора Пеліпа. Навіть більше, ніж хто з вас тут. Але я дуже радий, що є така церква, жива церква, де Слово Боже живе. І люди, як Ірина, вони можуть від Господа отримати свій Діво. Я це дуже люблю. Дякую, що ви мене запросили. І вітаю вас за... А я казав, 30-тиліттям. А цінь, я дуже вас так швидко, ще два роки давав, але ми дуже раді за вас. Ви наша сестринська така церква. Ми вас любимо. Але зараз буду на іноземній мові з вами розмовляти російською мовою. Дякую, слава Богу. Я дуже люблю Господа Бога. Многі люди любят Бога, тому що їм по наслідство це прийшло. Хоча у мене теж було наслідство. Мой дедушка з моєю стороною папу був пастором реформаторської церкви, але їх в Україні мало, тому що в основному реформаторської церкви – це голландці двигали. А голландці з Україною – нічого общего, тому їх немає. Він був пастором реформаторської церкви. Ну, вони такі, мені кажучи, вони не рождені свіше були. Але там добре кормили, особливо мене, як внука пастора. Тому я ходив туди дуже часто. Але коли мій дедушка вже умирав, він мені говорив, Генри, я попросив у Бога, щоб мої сінові, його сінові – це мій папа і мої дві дяді, щоб вони стали пасторами. Але вони відказалися. Він кажучи, тоді, можливо, ти станеш пастором. Я пам'ятаю, як я сказав, що дедушка, ти що, ти взагалі? Я, я кажу, я людина, я люблю науку, люблю… Біля для мене, я тогда кажу, для слабих людей, які не спосібні відстаивати свої інтереси, іщуть допомогу у Бога, які на небі кажуть, а мені не треба, я сам від своїх делів відстаиваю без допомоги Бога. Але щоб укоротити історію, я став пастором і стою перед вами. Тоді, дедушки завжди прави. Слава Богу! Моя проповідь називається «Прикосновення Божі в нашій житті». Прикосновення Божі в нашій житті. Хоча Бог, Он всімогущий, Он всізнающий, Він віздесущий, Він вечний, але при цьому, Він любить прикоснутися к каждому, к одному, к одній семьі, к одній церкві, к одному місті, і даже к цілому народу. А моя молитва, щоб Бог прикоснутися нашому поколінню. Тому що, якщо Бог не прикоснеться нашим поколінням, ми дуже багато чого потеряємо. В Україні, якщо, якщо, якщо періпися, яка, яка вже не відповідає, дійсно, 45 мільйонів, найбільш відчинні процентні відчинення знающих Господу, це 3,1-3,2% і 45 мільйонів. Це означає, ми катастрофічно теряємо українців в ад. І мене це никак не може не безпокоити. Тому іноді, коли я сиджу в церкві, люди багато, і починаєш бути доволен, потім закриваюся, зіпомінає 3%. Це як синдром риби. Вона в болоті думає, що весь мир є в воді. На самом деле люди погибають. Наша відповідальність – донести їм слово спасення. Бог желає прикоснуться к каждому із них. Заметіть, що Господь Ісус, коли був тут на землі, це був Бог воплоти. І все, що він делав, він показував відношення Господа, Бога у кожному із нас. Він прикасався к людям. Він любив людей, він помогав людям, він спасав людей, і він ісцелял людей. «Прикосновення Божі, коли приходить в твою життя, ти міняєшся навсегда. Якщо ти алкоголик, ти становишся трезвим. Наркомані становишся свободним. Дуже пастор, пастор становится другим. Женщина, домохозяйка, на конець просипається вовремя і завтра к мужу своєму». Нет, я думаю, ви так делаєте без цього. Але я хочу вот що сказати. Божественне прикосновення має життя чоловіка навсегда. Многі люди мене спрашивают, пастор Генри, «Вот ти проповедуєш. І з чого це началось?» Я їм кажу, «Вы понимаєте, я всю життя любив науку. Многі з вас не знають. Я навіть був учителем математики когда-то. Я учив математики. І моя перша проповед була в школі, де я учив математику. І я руководив групу людей, студентів, учеников, клуб християнський, але я не вміп проповедувати. Я приглашав проповедника. Але один раз, коли ми пригласили хорошого проповедника, він не приїхав. І поскільки я був руководителем, я вимагав був проповедувати. І моя проповедува длилась 5 минут. Я всегда рассказывав. От А до Я. Я рассказывав от бытия до откровення і за 5 минут. І після 5 минут більше нічого не було. Говорить. Обо всім я сказав. І я оказався в кризисі. Я не знав, що робити далі. Діти сидять на мене, дивіться. Межі інженером і пастором. Сьогодні сюди приїхав тільки пастор. Інженером осталось вдома. Інженером хоче все понять, що к чому. Но я прийшов к виводу. Когда Бог прикасається к чоловіку. Жизнь чоловіка не може. Межі інженером. 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 Дісто шло с нею із города. І, з'яв її, і, Господь жалівся над нею і сказав їй, «Не плачь». І, подійдя, прикоснувшся к одру, нисчі встановились, і він сказав, «Юноша, тебе говорю, встань». Міртвий, поднявшись, сел, і став говорить, і одалів Його Ісус, Матери його. І всіх об'яв страш, і славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Иисус, исходя из истории, которую мы считаем из Библии, у него других дел в этом городе не было. Получается, он целонаправленно пришел туда, зная эту женщину, вовремя пришел, чтобы встретить их у ворота, для того, чтобы помочь ей. Наш Бог есть Бог, целонаправленно действующий. И сегодня это собрание Он создал для тебя, имея тебя в виду, чтобы помочь тебе, чтобы включаться в твоих вопросах, возможно, вопросов семьи, здоровья, финансы, работы, бизнеса или состояния твоей души. Сегодня Бог запланировал твое исцеление, твою свободу и, самое главное, спасение твоей души. Я очень рад, что Бог знает заранее. И поэтому, когда я знаю, что Бог будет делать заранее, я очень уверен, потому что я знаю, если Он уже заранее так решил, нет ни обстоятельства, ни ситуации, которые способны этому помечать. Вот получается, Иисус пришел, и когда Он увидел эту женщину, Библия называет, что она вдова и умер единственный сын. Вот получается, что она потеряна. Это не только смерть, она запутана внутри, она потеряна внутри. И быстрее всего, если у нее громкий крик, Господь, почему? Это крик, который у многих людей. Меня однажды спрашивала одна женщина, пастор Генри, мой муж умер, почему? Я говорю, я не знаю, почему. Почему-то люди ожидают, что пастор должен все знать. А я, это меня мучает, я не все знаю. Даже большинство вопросов, которые мне задают, у меня нет ответов. Я сказал, но одно я знаю, с этого момента Бог знает, как тебе помочь. Я представляю, Руф Маовитянка, когда умер ее муж, она, наверное, кричала, почему? Я не знаю, почему. Но когда она стала прабабушкой Господа Иисуса Христа, она поняла, когда ты становишься частью народа, который поклоняется живому Богу, то Бог способен взять мусор, который остался в твоей жизни, и создать что-то хорошее. Вот как мы сегодня услышали Ирину. Бог сможет взять тебя и сделать из тебя что-то очень хорошо, прекрасно, потому что Он есть любящий Бог. Не мучайтесь вопросом, почему. Иногда, если надо, Бог откроет. Но вам советую, лучше найдите выход, лучше приходите к Богу, Он решит вопрос. Когда Иисус увидел женщину, Библия говорит, Он сжалился. Это сострадание. Иисус, Бог не работает с нами, как компьютер. Понимаете, формуле. Нажал несколько кнопок, и Он действовал. Не. Чувство сострадания – это живые эмоции. Бог есть Бог, который сострадает и любит. И вот мне задали вопрос. Пастор Генри, у Бога есть слабость? Я говорю, не. Ну да. А как это да? У Бога не может быть слабость? Я говорю, мне кажется, есть у него. Его слабость – он сострадательный, и он любящий, и многомилостивый. Сколько раз я читаю Библию, он говорит народу, «Вы от меня отвернулись, я отвернусь от вас. Вы меня оставили, я вас оставлю. Не отвечу вам, когда вы будете взывать». Проходят три главы. И Бог начинает. Да. И Бог начинает. Ну ладно, если вы приблизитесь ко мне, да, я приближусь к вам. Только всем сердцем. Вот получается, что у Бога есть такое качество сострадания и любовь. Вот когда я молюсь Богу, я знаю, что моя молитва имеет внимание, потому что этот Бог, он многомилостивый, он за тебя, он хочет тебе помогать. Мы не молимся наугад, вдруг сработает. Нет. Мы имеем дело с Богом, который имеет свидетельство. Что он верен, он истинен, он слышит. И ухо его не оттяжелело, чтобы слышать, а рука не сократилась, чтобы спасать. Скажите, аминь. Он сострадает. Поэтому, когда Иисус увидел эту женщину, он сострадал. Он не создал мальчику, который умер. Что-то уже вообще. Он, ему все равно уже. И вряд ли он очень хотел вернуться назад. Вот. Но женщину. Я видел много людей, которые Бог исцелил не ради них, а ради мамы, которая плакала. Понимаете? Мужей, которые Бог воскресил из мертвых, не ради них, а ради жены, которая плакала. Поэтому Библия говорит, жены получили умерших мужей воскресших. Некоторые мужья кулаками махали после воскресения. Они не хотели вернуться с того места. Там так хорошо. Но жена попросила. Что мне без тебя тут? Сустры, не торопитесь отпускать. Доказано, у мужей есть привычка воскреснуть из мертвых после. Особенно, если жена попросит. И все жены доскажут и аминь. Да, вот. Заметите. Он сострадает. Мне нравится, как написано к евреям, 4 главы, 14 стих по 16. Библия говорит по отношению к Господу Иисусу Христу и к нам. 4.14. Написано. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего в небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, в немаших наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш Бог, Он Бог, который сострадает. С Богом нужно строить живые взаимоотношения. Он не Бог формулы, Он не Бог кнопок, Он Бог отношения. Нужно с Богом живые взаимоотношения. И Библия говорит, когда мы говорим о сострадании Божьем, как оно выражается? Первое, написано, что Он тронут. Он тронут нашими проблемами, нашими нуждами. Он тронут. Вот многие из вас, вы сидите здесь, и вы говорите, пастор Генри, кто-нибудь думает обо мне? А у меня есть новость. Он не только думает, Он тронут, Его трогает. Он неравнодушен к тому, через что ты проходишь. Он неравнодушен к тому, через что твоя семья проходит. Он неравнодушен к тому, через что проходит твой бизнес. Наш Бог тронут, Его трогает. У него большое любящее сердце, которое неспособно равнодушно смотреть на проблемы людей. Заметите, он даже так возлюбил мир, что отдал Сына Своего по собственному решению, не по тому, что мы заказали. Заметите, он тронут. Представьте себе, человек тронут. Я могу смело к нему прийти и просить, потому что он уже тронут мною. Если я раньше, когда был маленьким, иду со школы, голодный, мама видит мое лицо, говорит, о, ты такой голодный. Когда мама уже тронута, я могу просить что угодно. Она мне не откажет, если у нее есть. А у нашего Бога все есть, и он тронут, и он любит, и он готов. Когда мы молимся к Богу, это всегда имейте в виду. И Библия говорит, из-за этого давайте мы будем приступать к нему, обратиться к нему с дерзновением. Для того, чтобы приобрести, получить благодать, для благовременной помощи. Нужно с уверенностью, с дерзновением. Это называется вера. Уверенность ожидает от Бога. Дерзновение ожидает от Бога. Бог настолько тронут, что Он хочет, чтобы мы пришли с ожиданием, с верою. Когда мы с верою, тогда мы можем получить помощь, которая нам нужна. Он страдает, сострадает нам болезнью, разочарованием в жизни, депрессией. Вот у нас было на первом собрании один молодой человек, который был в депрессии, давно не улыбался. А сегодня мы увидели его красивую улыбку. Не знаю, он перед зеркалом успел или нет поулебаться, чтобы себя видеть. Он убирает и депрессию. Он сострадает, когда проблемы в семье. Он сострадает, когда проблемы с детьми. Он сострадает, когда проблемы с зависимостью. Он сострадает и готов нам помочь во всем. Заметите, когда мы приходим, Библия говорит, да приступаем к Нему с дерзновением. Это со всем сердцем к Нему. Со всей душой. И с ожиданием. Когда я ходил с Богом, вот я всегда иногда думал, опять же инженер во мне, да, вот. И получается, я думал, ну, иногда я буду верить, иногда нет, да, иногда я буду верить. И вот когда Бог, когда Он начал меня призвать быть служителем, да, Он мне говорит, Генри, это не пойдет. Мне нужно от тебя. Либо ты вошел, либо нет. Когда началась Церковь Победа в Киеве, я всегда рассказываю, что у нас было 200 человек. Первый же день я себя чувствовал мегапастором. Первый день. И за полгода мы выросли от 200 человек до 30. Вот. Потеряли мы 170 человек. Я говорю, Бог, в чем дело? Опять же, почему, да? Он даже на это не смотрел. Но одно из, что он мне подсказывал, Генри, или ты войди полностью. Потому что у меня был план. Церковь подниму, покупаю билет и уехал. А пусть другие дальше ведут. Вот такие планы у меня, такие инженерные у меня. А от того, что я частично там, частично нет, Церковь наоборот, вместо роста уменьшалась. И мне нужно было посвятить себя. Бог любит, когда мы всем сердцем. Вот заметите, когда всем сердцем, Бог не игнорирует. Я сегодня рассказывал, как группа молодежи из баптистской церкви пришли к пастору, Говорит, пастор, мы так хотим Бога больше. Пастор сказал, пожалуйста, что вы хотите? Ну, давайте мы будем молиться ночью, всю ночь. Молодежь пошла молиться всю ночь, закрылись. И молились, искали Бога. В три часа ночи на них сошел что-то, как они говорили. И начали говорить на какой-то язык, и баптистские молодежи. Они пытались закрывать, но что-то не получается. Они потом пришли к пастору, и говорят, пастор, с нами что-то произошло ночь. Что случилось? Мы так искали Бога, что что-то на нас сошел, и мы начали говорить на каких-то языках. Я вижу ваши глаза, хотят знать конец истории. Я вам не расскажу. Вы не баптисты, вас не касается. Поэтому... Это баптистская история. Вот там я расскажу, вас нет. Бог никогда, когда человек всем сердцем, не игнорирует. Поэтому Библия говорит, ищите меня, и найдете меня, и взыщите меня всем сердцем. Поэтому, когда Бог приходит, Он прикасается к нам. Чем же Бог нас прикасается? Первое. Он прикасается к нам своей любовью. Когда любовь Божия прикасается к нам, иссилается жизнь, иссилается судьбу, иссилаются ценности, иссилается все, кто ты есть. Я вырос со своими... У меня были родители. Хотя мой папа, он никогда не умел говорить мне, что он меня любит. Никогда. Он любил меня, я уверен, но он это никогда не говорил. А я всегда хотел услышать от него, что он меня любит. А он никогда не говорил. Я вырос с чувством сироти в семье, где были родители. И я помню, когда я пришел к Богу, первое, что сделал Бог со мною, это Он прикоснулся ко мне своей любовью. И это чувство сиротства ушло из моей жизни. Вдруг я понял, я что-то значил. Я человек. Я личность. А до этого всю жизнь я только искал, как бы дотягиваться, как бы через учебу свою важность доработать, как бы через что-то еще свою важность повысить. А когда любовь Его наполнила меня, я понял, я дитя Его. И первое, с чем Он прикоснется ко многим из вас сегодня, это Его любовь наполнить ваше сердце. Второе. Он прикасается своей силой. Когда Бог прикасается своей силой, то приносит Он в нашу жизнь исцеление. Но не только исцеление. Его сила дает нам способность исполнить Его предназначение. Предназначение, которое от Бога, невозможно исполнить человеческие усилия. Нужна сила от Бога. Поэтому, когда Бог прикасается к нам своей силой, Он меняет нашу жизнь, исцелает нас, освобождает нас, но Он снаряжает нас на то, чтобы мы исполнили успешно свое предназначение. Каждый раз, когда начинает буксовать мое призвание, я ищу свежие прикосновения от Бога. А это оживит и все мое, все, что у меня есть, оживляется от божественного прикосновения. Бог не только своей силой, Он прикасается своим миром и радостью, его жизнью. Вот когда Бог прикасается, первое чудо, которое Бог всегда любит, и делает в жизни человека, это спасать человека. Есть много, что Бог может делать, но если моя душа не спасенная, если я потерян, я не примирился с Творцом своим, я не примирился с Богом, то все, что я достиг в этой жизни, оно не имеет особого смысла. Заметите, главное и первое, когда Бог прикасается к человеку, куда Он нас направляет? Он направляет на покаяние, на примирение с Богом, получить прощение грехов, чтобы ты стал Божьим дитем. Все имеет смысл, когда ты пришел к Богу, и Его жизнь вошла в тебе. И вот тогда перемены начинаются. Все остальное, что у Бога есть, оно приходит, потому что ты пришел к Богу. Вот я знаю, были ребята много, с которыми я учился в жизни. Когда я приехал в Африку, я начал спрашивать, а где вот этот? А он умер от СПИДа. Ого! А этот? А он там был грабителем, его убили. Я нашел, что все свои мои друзья, которые не пришли к Иисусу, в живых, больше нет. А какое отличие между ними и мною? Никакого. Только потому, что я отдал свою жизнь Господу Иисусу Христу. Я вам это предлагаю сегодня. Не выходите отсюда, не примирившись с Господом Богом. Он любит вас, Он отдал Сына Своего, дабы всякий, любой, абсолютно в любом состоянии, в любом яме, Он может поверить в Него и получить жизнь вечную. Но Он не только прощает грехи, Бог, Он готов творить чудеса в нашей жизни. Он Бог чудес. Он Бог, я никогда не забуду. Один пастор с Пакистаном, вот я познакомился с его дочерью, ей было, наверное, 9 лет, а она меня привела к своему отцу, который был мусульманином. Значит, я там проводил собрание на поле, большое поле, и она говорит, папа, пошли на фестиваль, мы их назовем фестиваль. А папа говорит, мы мусульмане, мы не ходим. Но вот что произошло, у них собачка поломала ножку, вот получается, у собаки поломалась ножка, а дочь начал плакать, ну пошли, может Бог исцелит нашу собачку. Я понял, что папы слабые люди тоже. Особенно, когда дочь просит. Вот и получается, папа мусульманин идет с собачкой, потому что дочь просит. Он выглядел как глупо чуть-чуть, но дочь просит. И вы знаете, я пришел там, я пастор Генри, я там серьезно проповедую, и там начну молиться за исцеление. У меня в голове Бог исцелит людей, да? А в это время Бог исцелил собачку. Ну и людей в том числе. Но главное, вот это собачка. И Бог исцелил собачку. Собачка забежала, папа со собачкой. И покаялись они. Да. И приняли Иисус. Это первый раз, когда я понял, что Бог любит собачки. Я понимаю, есть люди, которые не очень любят, но Бог, я понял, я и Бог, мы в одном лагере. Мы любим собаки. Вот и получается, что когда, и сейчас этот мужчина, он пастор церкви стал, эта девушка, сейчас вышла замуж, двое детей, закончила магистра наук, бакалавра магистра, сейчас работает, и в школе, уже важно. Я с ними до сих пор общаюсь. Бог может прикасаться к тебе своей силой. Он это любит делать. Вот я никогда не забуду, однажды я приехал в Африку, в одну больницу, моя двоюродная сестра работает, там она профессор, она закончила. Короче, она профессор в больнице и преподает в университете заодно. Физиотерапия, по-моему. Я приехал туда, и там у нее был сотрудник, врач, который уже неделю не мог, не могла стоять. Что-то произошло с позвоночником. И вот она не знает, что делать. Короче, так говорит ей, приехал мой брат, он творит чудеса. Я потом ее поругал. Я говорю, я не творю чудеса, я просто всего-навсего твой брат. Понял? Я молюсь Богу. Ты можешь тоже самое делать. Короче, эта женщина лежит, ждет меня, врач. Я прихожу, у меня мало времени, у меня были встречи, обеды с каким-то пастором, поэтому я помолился, уехал. Они мне звонят, ты не поверишь, она бегает, она исселилась. Когда сила Божья приходит, Бог творит чудеса в нашей жизни. Ожидай свое чудо от Бога сегодня. Скажите амин. Амин. Замерите, прикосновение Божие легко приходит, когда мы принимаем Его Слово. Многие люди хотят прикосновения от Бога, но не обращают внимания на Божие Слово. Любое прикосновение, оно сработает в твоей жизни при одном условии. Ты относишься к Слову Божьему с уважением, с почтением. Настолько с почтением, что ты начнешь жить по тому, как оно говорит. Ты начнешь повиноваться, ты начнешь подчиняться. Настолько нужно с почтением к Его Слову. Когда пастор выходит на сцену, надо слушать проповедь пастора, потому что когда проповедь идет, проповедь открывает двери для Божьего, прикосновения. И сегодня мы еще сделаем еще одну вещь. Он любит, чтобы мы просили. Скажите, просить. То есть оказывается, когда мы просим, Бог нас слышит и отвечает. Вот я смотрю на вас, многие из вас в конце этого собрания Бог исцелит многих из вас, спасет многих из вас. Вы скажите, пастор Генри, ты не боишься такое говоришь. И вдруг Бог не сделает. Заметите, Библия говорит, Он верен, Он истинный. Как Он сказал, Он сделает. Он не меняется. Он не любит подставить нас. Мой брат меня часто подставлял в жизни. Моя сестра еще хуже. Вот. Но Бог нас не подставляет. Он верен, Он надежный. На Него можно полагаться. Если сегодня ты попросишь, Он поможет. Я хочу пригласить клавишника. Вот. Он так красиво играл. Спасибо большое. Я не состоявшийся музыкант. Пастор Филипп забрал все мои таланты музыкальные. Я... Но без музыки не могу. Слава Богу. Замерите, что сегодня Господь Бог хочет прикоснуться к твою жизнь, чтобы спасти твою душу. Он хочет прикоснуться к тебе, чтобы оживить все, что Он вложил в твою жизнь. Возможно, есть дарья от Бога, призвание от Бога. Какой-то Божий его план от тебя предназначение от Бога. Он хочет оживить это. Возможно, есть что-то в твоей жизни от Бога во время этой молитвы. Не только волны будут здесь сидеться. Но Он оживит много чего в твоей жизни. Возможно, тебе пришел, чтобы из-за твоей семьи Он оживит твою семью. Он оживит твоих детей. Он оживит твой бизнес. Он оживит и все, что у тебя есть. Он Господь, Бог. Он любящий. И сегодня Он готов помочь тебе и сделать чудо в твоей жизни. Мы будем просить у Бога чудеса. Многие из них мы не увидим. По бизнесу через время, но мы попросим у него. Семью, возможно, через время, но мы попросим у него обязательно, с ожиданием. Любой вопрос, призвание, мы не увидим сразу, но мы будем просить. Но исцеление тоже. а из этих всех исцеления, многие из них из этих исцелений мы увидим сразу. Потому что это мы можем проверить. Но когда Бог исцелит ваше тело, имейте ввиду, другие чудеса тоже, точно так же, Он сделал. И надо, чтобы мы поверили, и мы шли, ожидая видит чудо. Давайте мы встанем. Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за это прекрасное время. Чуть-чуть больше музыку. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Господь, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Спасибо, Отец, что Ты здесь. Мы благодарны, что Ты верный. Мы никогда не относимся к Тебе как задолженно. Но мы благодарны за Твою милость, любовь, благодать к нам. Если вы пришли сюда, вам нужно чудо в жизни, любое чудо. Просто поднимите свою руку к Богу. Любое чудо. Любое. Абсолютно любое. Боже, я благодарю Тебя. Те из вас, чьи руки поднялись. Это чудо касается тела, то возложите вашу руку на то место, которое болит в теле. Та рука, которую вы подняли. Если это другое чудо, другое чудо не связано с исцелением, пусть ваша рука останется поднята. Спасибо Тебе, Господь. Дух Святой, мы так благодарны, что Ты всегда приходишь. Мы благодарны, что Ты здесь. Мы благодарны, что Ты даешь жизнь. Господи, Дух Святой. Отец, спасибо, что Ты здесь, чтобы прославить свое имя. Спасибо, Иисус. Если Ты пришел, тебе нужно чудо от Бога, проси у Него. Мы говорили, что будем просить с дерзновением, с уверенностью, с ожиданием. Господь, я прошу Тебя, исцели меня, прикоснись к моей семье, исцели мою семью, исцели мои отношения, исцели мой бизнес, оживи мое призвание, оживи все, что Ты вложил во мне. Боже, потолок пришел в моей жизни, а я знаю, что я должен, я могу идти дальше, прикоснись ко мне, я хочу двигаться дальше, я хочу расшириться больше. Во имя Иисуса проси у Него чудо в твоей жизни, в любом направлении, Боже, исцели меня, я прошу чудо исцеления, в моем теле, во имя Иисуса, проси у Него с ожиданием, благодарю Тебя, Господь, что Ты слышишь просьбу каждого из нас, и Ты готов, и Ты уже отвечаешь на каждую просьбу, благодарим Тебя, Господь, мы доверяем Тебе, поэтому мы благодарим Тебя заранее еще, ибо зная, что Ты верный, во имя Иисуса, Отец, благодарю Тебя за Твою исселяющую силу, за силу Духа Святого, который творит чудеса в жизни людей, благодарю Тебе за помазание Духа Святого, который разрушает всякое ярмо, во имя Иисуса, сегодня я разрушаю ярмо болезней, именем Иисуса, Дух неможи болезней, я разрушаю Тебя во имя Иисуса, с Твоей властью, которую я имею от Господа Бога, говорю Тебе болезней, уйди, уйди, уйди сейчас, во имя Иисуса, я провозглашаю исцеление в народе, исцеление в народе, исцеление в народе, во имя Иисуса, от головы до ноги, всякая болезнь, уйди, всякая болезнь, уйди, именем Иисуса, я приказываю рак умереть, именем Иисуса, все онкологические клетки, полно сумри, приказываю глазам видеть, приказываю ушам открыться, всякая опухоль раствориться, всякое затвердение в теле, уйди, всякое нервное заболевание, исчезнет, прямо сейчас, во имя Иисуса, всякая боль в суставах, да уходит, полиатрит, исчезнет, всякая тяга к алкоголу, тяга к наркотикам, тяга к вредным веществам, именем Иисуса, я полностью разрушаю эту тягу, всякая зависимость, да уходит, провозглашаю свободу, Боже, спасибо, за каждое чудо, благодарю Тебя, Господь, я провозглашаю исцеление всего организма, все болезни женские, да уходят, болезни мужские, да уходят, потки, да исцеляются, печень, именем Иисуса, Боже, я провозглашаю исцеление во внутренних органах, во имя Иисуса, полного исцеления, недостающие органы, да появится, то, что было удалено операцией, Боже, да появится во имя Иисуса, я приказываю металлические объекты разные внутри тела, которые поместили через медицину, я приказываю, чтобы металл в теле растворился полностью, и вместо металла появились органы, ткан, во имя Иисуса, хрящи в коленах, провозглашаю, во имя Иисуса, грижа да исчезнет, именем Иисуса, Боже, я благодарю Тебя, спасибо Тебе, Господь, я провозглашаю восстановление памяти, восстановление памяти, именем Иисуса, кора, маша, команды, мигрени, да исчезнут, именем Иисуса, высокое давление, да падает, сахарный диабет, уйди, именем Иисуса, опущенные почки, поднимись, сейчас, во имя Иисуса, Господь, я благодарю Тебя, всякая боль в теле, да исчезнет, прямо сейчас, во имя Иисуса, Боже, спасибо за полное восстановление речи, именем Иисуса, Господь, я благодарю Тебя, желудочный тракт, я говорю, жизнь, 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 подкат, полное исцеление печени, и, Боже, спасибо за новый клапан в сердце, во имя Иисуса, Боже, спасибо за правильного, полноценной работе под сердцем, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Господь, Боже, я прошу Тебя, чудеса, Боже, в семьях, чудеса в работе, чудеса в бизнесе, чудеса в учебе, чудеса в отношениях, чудеса, Боже, там, где в финансах, я провозглашаю чудо, провозглашаю чудо, провозглашаю чудо, кора, Маша, командорья, подними свои руки к Богу, скажи, благодарю Его за чудо от Него, спасибо Тебе, Господь, за Твое чудотворяющую силу, за Твое помазание, которое полностью разбивает болезни, убирает проблемы, творит чудо, спасибо, Господь, за Твое исцеление, благодарим Тебя, Господь, и прямо сейчас продолжаю благодарить Бога, спасибо, Господь, и в это время начинай делать то, что ты раньше не мог делать, у тебя ноги не поднимались без боли, подними их, прямо сейчас смело, рука у тебя не работала, начнай двигаться руками, проверяй себя, проверяй зрение свое, слух, проверяй свой организм, все время благодаря Иисуса, все время благодаря Бога, спасибо Тебе, Господь, спасибо за исцеление, спасибо за чудо, в моей жизни, во имя Иисуса, прямо сила Божья еще двигается, исцелает Он людей, Бог не закончил, Он прикасается к людям, Он прикасается к людям, делай то, что ты раньше не мог делать, покажи Твою веру делами, во имя Иисуса, вера без дел мертва, вера выражается делами, делай то, что ты раньше не мог делать, рискованно, но благодаря Бога все время, Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, Господь, Боже, я благодарю Тебя, что Ты верный Бог, Ты живой Бог, Ты Бог, который отвечает на молитвы, Ты Бог, который слышит нас, спасибо Тебе, спасибо Дух Святой за прикосновение в нашей жизни, во имя Иисуса, давайте все вместе скажем, спасибо Тебе, Иисус, за Твою исцеляющую силу, за Твою чудотворящую силу, во имя Иисуса, если ты в этом зале, ты говоришь, пастор Генри, Бог прикоснулся ко мне, что-то со мной произошло, я чувствую, сила Божья прикоснулась, есть перемена в моем теле, либо полная о своем исцелении, или частично, но ты чувствуешь изменения, что-то произошло внутри тебя, и ты не хочешь терять свое чудо, там на месте, где ты просто подними свою руку, скажи, это я, пастор, машите руками, чтобы я видел, есть перемена в твоем теле, ощутимая, вот я хочу просить, все, кто подняли руки, подойдите сюда впереди ко мне, пожалуйста, я хочу благословить все, кто подняли руки, потому что ты принял чудо от Бога, подойдите сюда впереди, я хочу возлагать на них рук, просто благословить вас, чтобы вы утвердили в своем чуде, если Бог тебя исцелил, боль ушла, перемена есть в твоем теле, беги сюда, не оставайся на месте, не стесняйся, Бог прикоснулся к тебе, что-то произошло в твоем теле, подойди сюда впереди, если можно, сразу сюда на сцену, очень быстро, по одному, сразу сюда на сцену, очень быстро, сюда, сюда, очень быстро, сюда на сцену, вы нас скажите, как вас зовут, от чего Бог вас исцелил, может не все услышим, но часть, как вас зовут? Мария звать, все остальные, садитесь, пожалуйста, Мария, что у вас болело? И сейчас не болит? Боже, спасибо тебе за это, что тут у вас, как вас зовут? Меня зовут Татьяна, садитесь, пожалуйста, Татьяна, что у вас болело? Голова, не болит, это просто обычная головная боль? Да. Боже, спасибо тебе за это, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Микола, что у вас? Я гостротазору полепшилась, да, слава Богу, спасибо тебе, Господь. Виталий. Виталий. Звати Валерий, у меня тиск, але я знаю, что Господь меня зарази силил, и больше пигулок я пить не буду. Господь, спасибо тебе за это, за такую веру. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Ну, начало сжимать полностью, давить в желудке, в кишечник. А до этого болело? Ну, мне... То есть Бог просто исправляет ваш кишечник, тракт. Начало сжимать, ну, просто у меня постоянно проблемы с желудком, и сейчас я чувствую, что начало просто одно действие Бога. Боже, спасибо тебе за это. Пожалуйста, пожалуйста сюда. Меня зовут Вера. На первом служении помолились, но и посчастнялась выйти, вроде бы как-то глаза, думаю, зрением. Начинающая катаракта, правого глаза была, ну, врачи обследовались. И сейчас, думаю, не, выйду, хорошо вижу, уже читаю, читаю, слава Господу. А как давно у вас катаракт началась? Ну, давно уже. Все давно? Да. Просто я не хотела ничего с этим делать, просто молилась. на сегодня. Действительно, вижу, читаю. Мы не поощряем переносить на завтра, но слава Бог за чудо. Пусть вас Бог благословит. Меня зовут Зоя. Болела? У меня вообще-то коксоартроз, но у меня идет восстановление сустава, и я уже хожу двумя ногами. Сегодня что-то произошло? Сегодня у меня ушла боль, ушла головная боль и поясничная. Боже, спасибо тебе за это, пожалуйста. Мария, я дякую Господа, что был веселый у меня, дякую тебе, Господи, что нормализовал мой тиск и аритмия в сердце, болью в сердце моему. Боже, спасибо тебе. Что здесь у нас? Здравствуй, Господин, что болит? Были проблемы с ушами, писк в ушах постоянный. То есть был писк в ушах постоянный? Да. А как давно это было? Шесть лет назад. Начался шесть лет назад. И что случилось сегодня? Сегодня нет. Сегодня все с ним хорошо. Оно исчезло. Слава Богу. Господь, спасибо тебе за это. Я вижу, что у вас много. Церковь спасения, вы настоящее спасение. Столько исчезают. Я не смогу всех успеть слушать. Те, которые уже на сцене, достаточно. Все с вами пройдите сюда. Я помолю за вас здесь. Что у вас было? У меня был болит по гинекологии. И его нет. Спасибо тебе, Господь. Митаю. Саша звати? Рука болела. В ликте долгий час уже, месяца два. Сейчас пришло полегшение. Слава Богу, Господь, благослови. Слава Богу, что здесь у нас. Звати Кирилл. Болела, плеша тоже травмировала. Теперь все доброе. Можешь еще раз двигать его? Все добрые. Дякую. Благословения. Что тут у нас? Здравствуйте. Меня Юра зовут. У меня мигрени. Головные боли. Ну, фактически каждый день я пью постоянно таблетки. Сегодня не болит. И верю, что завтра не будет болеть. И при этом ты служил группой пары, как с болью. Боже, спасибо за такое веро. Слава Богу. Меня зовут Игорь. И внутричеркное давление постоянное было. Я верю, что Господь меня истит. Боже, спасибо тебе за это. А чем вы мажете свою голову? А? Такое. Астер Генри, вам большой привет, отец. Спасибо. На день рождения. Спасибо. Что у вас болеет? У меня болел кишечник, но он не просто болел, а что бы я ни съела, все равно буль-буль-буль-буль-буль. То ли это на нервной почве, то ли это с чего-то случилось. Но сейчас я чувствую себя нормально. Боже, спасибо. Приятного аппетита сегодня обязательно. Это вы все люди, которые получили исцеление от Господа. Поднимите руки, я помолюсь. Господь, я прошу, благослови каждого из них. Ты уже исцелил их. Укрепи, чтобы ни один из них не потерял свое чудо. Во имя Иисуса. Амин. Скажите, пожалуйста, те, которые здесь. Кто из вас пришел сегодня сюда первый раз? Вы никогда. Те, которые первый раз, оставайтесь здесь, пожалуйста. Оставайтесь, вернитесь на свои места. Кто первый раз, оставайтесь здесь. В церковь, да. Кто пришел в церковь спасения сегодня первый раз? Пожалуйста, оставайтесь здесь. Вот, оставайтесь. У вас сильное свидетельство. Свидетельство. У меня закрылся глаз. 6 февраля лопнулся суд, и я на глаз не видела. Проходило лечение, и все. Сейчас я почти полностью вижу. Все, вижу, вижу. Силная сидит и сверит. Согласен с вами. Пусть вас Бог благословит. Дайте аплодисменты, Господи. Слава Богу. Оставайтесь здесь. Эти друзья остались здесь, потому что они пришли первый раз. Они хотят. Бог уже сделал чудо для них исселения. Но мы хотим самое большое чудо. И, возможно, есть много людей в зале, которые хотят присоединяться к ним. Если ты хочешь получить прощение грехов, примириться с Богом, стать Божьим дитем. Давайте мы все встанем. Если есть кто-нибудь, ты хочешь покаяться, примириться с Богом, стать Божьим дитем, чтобы Господь простил твои грехи, дал тебе новую жизнь, чтобы Иисус стал твоим Господом. Сегодня день спасения. Не пропусти. Если есть такие люди в зале, я хочу просить вас. Просто поднимите руки и скажите, это я. Много, много. Я хочу пригласить все, кто подняли руки или собирался поднять руки. Ты хочешь покаяться, примириться с Богом или вернуться к Богу. Ты был верующим, когда ты отошел. Или ты хочешь первый раз. Я приглашаю вас. Подойдите сюда впереди, пожалуйста. Мы хотим помолиться с вами. Мы хотим помолиться с вами. Мы ждем вас. Иисус вас ждет. Бог любит вас. Сегодня день спасения. Сделай шаг к Иисусу. В нем жизнь. В нем спасение. Слава Господу. Церковь, приветствуйте наших новых друзей. Как они идут. Добро пожаловать. Добро пожаловать к Иисусу. Добро пожаловать к Иисусу. В нем жизнь. В нем спасение. В нем жизнь. В нем спасение. В церкви спасение. Не пропусти возможность. Сегодня церковь повернись к кому-то рядом стоящим. Спроси у него. А ты уверен, что ты спасен? Если он не уверен, предлагай ему. Давай я проведу тебя. Только не оставайся без Господа. Не оставайся без Господа. Там кто-то еще идет. Добро пожаловать. Пусть вас Бог благословит. Поближе, 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 пожалуйста. Поближе, поближе. Там кто-то еще идет. Слава Богу, слава Богу. Люди идут еще. Слава Господу, слава Господу. Там еще кто-то идет. Мы будем ждать, пока каждый не дойдет. Пусть вас Бог благословит. Добро пожаловать. Там люди еще идут. Мы вас ждем. Бог любит вас. Сегодня ваш день спасения. Слава Богу, слава Богу. Боже, я благодарю тебя. Спасибо тебе, Господь. Я так рад за каждого из вас, потому что это то, ради чего Иисус Христос пришел на землю. Господь, я прошу, благослови их, храни их, чтобы ни один из них не терял спасение. Укрепи их, Господь, благослови их и семьи. Их во имя Иисуса. Амин. Сейчас я приглашу пастора и с вами помолиться, с вами молитву покаяния и расскажет вам, что делать дальше. Там я вижу, люди еще идут. Главное, чтобы мы их не потеряли потом, когда закончится все, потому что они в конце. Слава Богу. Спасибо вам, церковь спасения. Пусть вас Бог благословит. Слава Богу.